на крыше заходите посмотреть что девианты пустили в эфир гляньте вон на этом экране привет дорогой друг добро пожаловать на мой канал я лизинка в зона мы продолжаем играть в detroit что это давайте-ка что тут где попал на камеру виде наблюдения нет понятно а как а где он там на что ты делаешь у меня сел этот самый да нет нет он просто выключился ладно нет он сел да он сел как тут неудобно то мне вытащить домой вот этот я на самом деле так давно не видел это он секундочку да это он я никогда я как какой месяц четвертый короче я в него играла четыре месяца он не разряжался в первый раз в жизни ему сейчас буду включать так секундочку каким какой страной это делать сюда эти все прямом эфире товарищи друзья так теперь надо так давайте его вас от вас победу все отлично ну и как мы теперь вот с этой вот российской тут лежать все что тут а там кровушка там тут саймон лежал вкусно как модель а у каждого своя кровь что его не она же вся одинаковая нет кажется то странно ниже везде одна и та же кровь голубая я имею ввиду а как ты будешь камеру смотреть тут же нет ни хрена и ты хочешь ее потрогать нет то же самое тут оптерся стенку это как странно но я же знаю что здесь все происходило есть прям к саймону и приду это спецагент беркинс из фб лейтенант андерсон из полиции детройта он ведет это расследовать это что мое имя коннор я андроид из киберлайф андроид следствие по андроидам так надо чтобы он тут отирался после всего случившегося не важно скоро дело перейдет к фбр мы разберемся парад знакомству хорошего дня и поосторожней не на топчите мне там вот ведь ублюдок я тут рядом если что надо обращайтесь ладно так давай осмотримся что найдешь сообщили да лейтенант так вот пацаны наши девианты не взламывали дверь ну понятно взлома не было нет никаких признаков взлома коридоре стоят камеры персонал должен был что-то заметить как они прошли может на камеры не смотрели просто открыли местных андроидов мы загнали на кухню на их причастность ничто не указывает мы решили перестраховаться ладно посмотреть запись мы не будем наверное да не буду ладно чтобы выполнилось задание наверное смотри мы просим вас признать наше достоинство наши надежды и наши права на последний сломать мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов я говорю вам о наших надеждах вы дали нам жизнь теперь пришла пора дать нам свободу думаешь а девять девианты считают что эра девять их освободит этот андроид задался такой целью радужная оболочка голубого цвета а тут зеленого цвета а отражение в зрачке господи так они стояли вряд ли серия рк прототип рк 200 маркус подарок от элайджи камске что-нибудь видел я определил модели серийный номер есть что мне рассказать нет ничего не верит замешательства он замесом замедза замесательстве плоско так а тут что что же можно было на крышу они не на крышу а тут были левые от стверстия ну понятно стреляли тут наш чувак тоже помер свежая голубая кровь да понятно только не надо я влизывать тут я пока не пойду так он очень гляну это просто шапка шапка вечно вечно снимали с этого места где камера ладно зачем тебе выход А, ты хочешь тут что-нибудь потрогать? Тут тоже стреляли. Так. Кто-то из них девят. Как буду выявить его? Я не помню. Ладно. Каковы твои функции? Я оператор студии. Назови свою модель. Модель GB300. Серийный номер 336-445-581. Контакты. Какие контакты у тебя были с другими андроидами? Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса. Память. Кто-то недавно проникал в твою память? Этого я не знаю. Диагностика. Включи диагностику. Все системы исправны. Свидетель. Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню. Один из вас видел все через камеры наблюдения, но молчал. Это значит, что кто-то из вас девиант. Так. И я этого девианта намерен вычислить. Е-мое. Преградить, договориться, вызвать к совести. Блин, я не помню, кто из них. Да, договориться. Если ты признаешься, я попробую убедить людей не уничтожать тебя. Ну, насрать. Возвать к совести. Зачем уничтожать вас всех, если девиант только один? Лучше сдайся добровольно. Не губи своих ни в чем не повинных собратьев. Тут повернулся. Ты? Ты? Ты будешь навсегда отключен. Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы по винтику. Тебя уничтожат! Ты слышишь? Уничтожат! Насрать. Я не понимаю. Прощупать память. Пытка, блеф, насилие. Блин, он тут повернул голову. Что, прощупываем память? Господи, угадала. Ой, он выдал из меня штучку. И еще сейчас воткнул в меня нож. Куана! Куана! Прошу тебя. ЛТ, ЛТ! Ползем. Ползком, давай, ползком, ползем, ползком. Ничком. Давай, Конор, ничком. ЛБ. Ничком. Икс. Давай, Эть. ЛБ. РБ. Я нажимаю. Ползем, Коноричек. Давай. Теперь надо нажимать. Я на Икс жму. Все, достала, достала. Впихивайся, впихивайся. Так все вернулись. А там его пристрелили, мне интересно. Он же убежал. Все так лакает. Все так лакает. Что случилось? Вероятность выживания 40. Спасти Хэнка. Не знаю, к кому он будет там стрелять. Я спасла Хэнка. А Конора все, кстати. Хорошо, что ты тут был. Кто-то бы я, Конор. Ах, ты бедняк. Минус, Конор. Ура. Ну, я ничего не могла сделать, кроме как не спасти. Хэнк. Моя попка. Так. Пойти на кухню. Тут пойти куда-нибудь. Тут, видимо, пойти на крышу. Боже, мы защитить Хэнка. Надо было еще посмотреть. Давайте переиграем. Ну, блин, а можно вот с этого момента, вот как я побежала за ним. Я хочу вот тут. Девиант напал на вас. Вытащить нож, а тут бы Конор помер тут, прямо на месте. Господи, сколько всего. Конор пожертвовал собой ради Хэнка. А тут он мог вы... Тут он... Тут он мог выжить? Как? Можно было защищить, защищить Хэнка и выжить? Да. Интересная ситуация. Ну, все. Первая смерть Конора. Не то. Я все не то сделала. Подожди. Подожди. Вот сюда. Сейчас. Ой-ой-ой. 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 Я все бы напутала. Сейчас бы все перепутала бы. Ой, сейчас бы сейчас была такая путаница настала. Я не в ту серию не туда написала. Все. Это был бы конец. Слабого я заметила. Опа. Что это такое? А, грова рубишь. Где моя? Так, значит, это нужно. Она здесь? Зачем она вам? Мне надо поговорить. Она не хочет говорить. Уходите. Лонг все такой длой. Это очень важно. Я Роуз. Привет. Вы меня ищите? Да. Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. А кто тебе сказал? Идем. Лучше в доме поговорим. Думаешь? Подожди, я ничего не думаю. Чем можно верить? Ну, конечно. У нас же наивная кара. У нас не рыбора. У нас же кара наивная. Наверное всем. Входите. Входите. Как тебя зовут? Алиса. Хм. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Адам. Проводи их наверх. Уж такой слой. Можно ведь потрогать? Ну, дом такой нормальный. Хороший. Ой, у них Новый год. Ура. Ну, давай поднимайся. Ну, проходи. В дверь не попасть. Давай, садись. Ну. Алисай. Да не ты. А кто? Да стоп. И легла. Может под одеялко ляжу все-таки? А. Ладно. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. А приободрить, объяснить ничего не говори. Че объяснить? Не бойся, Алиса. Эти люди нам помогут. Отдыхай, а завтра вечером мы будем в Канаде. Обещаю. Почему люди нас ненавидят? Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Они боятся, они несчастные непонимания. Их трудно понять. Их трудно понять. Они дурачки. Люди бывают сложными. Иногда их очень нелегко понять. Они идиоты. Почему нельзя просто поговорить? Вот я тоже не понимаю. Они понимают, что мы хорошие. Да тут оптимистично, искренне, искренне. Давайте. Я не знаю. Правда, не знаю. Там не в этом дело. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом станешь на ноги. Я б тоже сейчас. Температуры. Спасибо. Я б тоже заточила сейчас твои эфирные спагетти. Одежду я постираю. Спагетти. Да. Я б тоже с удовольствием заточила. Предложить поесть, поцеловать, поцеловать. Засыпай, Алиса. Только ты поешь. Нет? Если что понадобится, я внизу. Ты давай поспи. И завтра станешь сильнее меня. Давляд. Я с ней побуду. Пойдемте разговаривать с Роуз. Что-то можно, может, почитать, посмотреть, поглядеть? А тебя как зовут? Я Кэра. Это мой сын Адам. Я Роуз. Ну ты и так знаешь. Да. Присядь с нами. Ладушки. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали. Девиант и ребенок. Честно. Отец ее избивал. И когда я это увидела, у меня внутри что-то сломалось. Почему-то ее жизнь вдруг стала важнее моей. Я хотела ее защитить. Как-то, Мила. И мы сбежали. Я поняла. Почему много девиантов, Роуз? Спасибо. Спасибо. Не знаю, как вас благодарить. Алиса бы не вынесла еще ночь на улице. Я просто стараюсь выручить, где могу. Много девиантов. Мы ведь здесь не первые. В последний месяц сюда приходит все больше и больше. И я не знаю, в чем дело. Что-то происходит. Граница. Говорят, вы переправляете андроида через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке. А зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору все теперь на нервах. Не вовремя как, а? Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Настоять. Выбора нет. Выбора нет. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу. Помогите нам. Скорее подойди. Что такое? Я могу туда заглянуть, нет? Что происходит? Там Мэри. Она отключилась. Мы сбежали вместе. Все мечтали, как мы будем жить на свободе. Я ее люблю больше всего на свете. Как жить без нее? Ты-то что пришла сюда? Алиса? Что ты делаешь? Тебе надо спать. Я не хочу спать. Выбери. Ну давай оставим. Че только босиком-то ходишь. Идем, Алиса. Она больше не хотела оставаться в комнате. Все в порядке? Да. В порядке. Че делать? А, дальше говорит с Роуз. Ладно. Адам, мы это уже обсуждали. Адам, мы это уже обсуждали. Все этих машин... Они не машины! Они живые! Я живой! Ты живая! А они... Они роботы! И ты бы этого не делала, был бы папа с нами! А ну не смей говорить со мной в таком тоне! Я не пойду в тюрьму! За то, что ты с ними возишься! Замолчи сейчас же! Все, хватит! Не ласка! На него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Он хороший мальчик. Я пойду выясню, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? Подождите, я ненадолго. Что делать будем? Осмотреться. Наконец-то я могу все потрогать. Опа. Ну? Там всякие штучки. Это отец, видимо, да? Куда тоже можно зайти? О, господи, а там-то... А, там этот... Там телек, тут окно. Хочешь в окно поглядеть? Ну, все грустно в окне. Ой, Новый год. Птички. О, господи! Преободрить, сознаться... Сознаться, объяснить. В чем сознаться? Да, не будем знать. Мы не хотим доставлять вам неприятностей. Мы очень скоро уйдем. Это бесполезно. Полиция! Это полиция! Что? Что нам делать? А, скорее, Лютер, увиди Алису и спрячь... А, в прачечный. В прачечный. Идем, Алиса. Я же знал! Да ладно, не бойся. Здесь надо как-то закрыть это все. А, серьезно? Когда ты закрываешь дверь, то все? Что еще? Все, больше ничего нельзя. Там... А, полу-тридцать секунд еще осталось. Ой! Спокойно. Увидя твой страх, все кончено. Ты ведь не хочешь проблем? Не хочешь проблем для мамы? Тогда успокойся. И слушай меня. Так, дверь закрыта. Закрыта. Так. Что еще? Тут вроде больше ничего. Открыть дверь. 20 секунд. Все. Открываем. Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Разрешите с вами поговорить? Конечно. Можно войти? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Может, чашку кофе? С удовольствием. Супер. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных... Ну, давай, иди. Нет. Нет ничего особенного. Там вещи сушатся. В доме еще кто-то есть? Эээ, Алиса. Там. Стоп. И еще моя дочь. Она наверху спит. Да она не спит наверху. А у вас есть андроиды? Эээ, нету. Нет. Тут нет никаких андроидов. Продолжение следует... Спасибо. Это у нас не отходит. Что ты несёшь? Он уже очень подозрительный. Пока. Да что такое? Там ещё кто-то есть? Нет. Собака, стиральная машина, ветер. Ничего не слышала. Нет, это стиральная машина. Да это так, стиральная машина. Она у нас старенькая, очень гремит. Извините за беспокойство. Приятного вечера. Пока Адам. Пока Адам. Он не представился, кстати. Вы чуть всё не сломали. Всё будет хорошо. Вы чуть всё не повергли в какой-то... Вы приготовьтесь. Уходим сегодня. Младушки. Так. Чуть не попались. Кэра убедила полицейского, что в доме всё. Окей. А можно... Я никогда тут не пройну, типа... Ну, я играла один раз. Каждый раз было вот так. Практично. Гриф, Алисия. А, тут можно было тут проиграть. Ладно. Вы обманули полицейского. Вы не обманули полицейского. А тут, видимо, он, видимо, что-то увидит. Типа он увидел что-нибудь. И гоп, всё, конец. Я не знаю, что будет. Я не знаю, что будет на этом конце. Так, ладно. Что будет дальше? Мы уже узнаем в следующей серии. Ты пока подписывайся на канал. Ставь лайк и пиши комментарии. Нажимай на колокольчик. Там все уведомления. Спасибо, что остаёшь на канале. Смотришь мои видосы. А мы встретимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok